Так, и сейчас у нас будет тема, которая сегодня у нас по плану. Незавершенные дела, как они вообще в целом влияют на вашу жизнь, на то, что у вас происходит. И я прошу сейчас всех написать. Вот смотрите, прошло 5 дней марафона. Какие у вас есть чувства, как вы себя чувствуете? У кого-то подъем, у кого-то может быть беспокойство, у кого-то волны. Напишите, как вы себя чувствуете, что происходит с вами, с чем вы сталкиваетесь. Мы об этом как раз с вами поговорим. Так, у меня с чатом, чат, напишите, не будет лайкировать. А, нет. Так. Так. О, сейчас должно быть активно. Какую-то кнопку, видимо, нажал. Напишите в чате, пожалуйста. Какие у вас ощущения? Так, и далее на подъеме. У остальных как? Попишите, как есть, ребят. Наша задача же сделать так, чтобы ваша жизнь улучшалась. То есть находить вот эти вирусы, от них избавляться, да? Ну, понятно, кто уже матерые, у них подъем вдохновения. А у остальных? У кого есть какая-то тяжесть или беспокойство, или какой-то страх? Отлично. Страх, что я не успеваю, что я что-то не сделаю. Есть такое у кого-нибудь? Где-то себя поругали. Особенно у тебя, кто новички. Есть, да? Есть. А вот смотрите, сейчас мы поговорим о том, откуда вообще ноги растут. Незавершенные дела. Ага. Ага. Хоть не так, как хочется. Значит, вот смотрите, откуда ноги растут. Дело в том, что мы все так устроены, да? И, может быть, это еще переживки нашего воспитания. В свое время нам надо было сделать много дел одновременно. То есть, еще в школе, например, мама сказала, тут убраться, тут уроки, там это. И бывает так, ты одно начал делать и не закончил. То есть, у кого из вас так бывает? Начал делать и не закончил. Это у многих людей бывает. Смотрите, очень важно понять, что любое незавершенное дело, оно складывается в себе в копилочку. И вот эта фраза, сегодня я картинку искала, я неспроста ее поставила на рабочий стол. Завершенное дело – это непрожитая сила, которая зажата на уровне тела. То есть, когда ты сказал, что ты что-то хочешь сделать, но потом не сделал, у тебя в организме получается как бы энергетический такой зажим, да? То есть, ты мозгами помнишь, что тебе надо что-то сделать. И чем больше у тебя такие дела накапливаются, одно, второе, пятое, и в какой-то момент ты понимаешь, у тебя накапливает страх, и такое чувство, что тебе столько всего надо сделать, что у тебя не хватит времени. Сталкивались? Например, это, вы знаете, в жизни бывает. Человек с утра просыпается. Поставьте честно плюс. Кто сразу заправляет в постель, а кто чуть позже? Кто-то встал сразу, заправил, пошел, а кто-то позже. Плюс, либо минус. Минус кто позже, плюс кто сразу. Ага. Ну, не видна переписка, главное, чтобы было слышно то, что я говорю. Посмотри, допустим, ты проснулась, ты встала, ты пошла что-то делать, ты проходишь мимо комнаты, ты видишь незаправленную постель, и мозг говорит, еще надо постель заправить. Три раза прошел, три раза подумал. Еще, понимаешь, ты повесил себе в рюкзак, положил маленький камушек, тяжесть. Или у кого было так, например, вечером гости, праздник, полный стол, достойный, гора такая, посуда в раковине лежит, а тут еще вроде погуляли, выпили, да, и так неохота мыть, ты думаешь, ну я в сад, тут лица встану и помою. Делали так? Я думаю, что, наверное, раньше, по крайней мере, кто-то делал, да? Никто не делал. Знаете, я когда-то так делала, давно-давно, да? И потом, когда я поняла, вот, по поводу незавершенного дела, цикла, я стала делать радужу. Мозг, например, говорит, давай завтра, давай, говорит, завтра помоем. Я не ты, не другая, сама живешь, как хочешь, так живешь, да? Ну, а важно делать сразу, почему? Ты ложишься спать, а у тебя мозг, говорит, с утра встанешь, и тебе еще посуду мыть. Или школа, например, вот яркий пример, школа. Кто из вас приходил, сразу же делал уроки, а потом гулять? Или кто приходил, гулял, а потом вечером делал уроки? Ставьте плюс, кто сразу, минус кто вечером. Ага, и вот смотрите, если ты пришел со школы, просто вспомните, если ты пришел со школы, у тебя есть уроки, ты их сделал, ты такой радостный уроки сделал и побежал гулять. И ты гуляешь беззаботно, то есть ты знаешь, у тебя все сделано, да? Но если в какой-то день, а ты пришел со школы, закинул портфель, пошел гулять, ты гуляешь, а ты гуляешь с тяжестью, потому что ты думаешь, блин, сейчас нагуляюсь, набегаюсь встану, приду домой, там еще уроки эти делать, еще мамка там с папкой выругают, да? И прочее. И фактически в этот момент ты не гуляешь, потому что тело гуляет, а мозги думают об уроках, что еще надо делать, если ты так не хочешь. То есть ты не там, не там. А если сразу сделал, то все классно, все замечательно, побежал, да, все сделал. И смотрите, вопрос к вам, кто плохо спит сейчас? Например, поймался на мысли, что стал плохо спать. Или был период у тебя в жизни, вот вроде все нормально-нормально, а ты плохо спишь. Посмотрите, незавершенные дела – это энергия, они никуда не деваются. И когда у тебя их много накапливается, ты начинаешь ночью плохо спать. Потому что они у тебя включаются ночью, ты ночью просыпаешься, и когда просыпаешься, о чем ты думаешь? Так, мне еще надо это сделать, мне надо вот это сделать, мне надо вот это делать. И фактически ты не спишь, днем потом ты не отдохнувший, у тебя нету сил, да? И о днем ты думаешь, е-мое, сейчас бы поспать, а у меня еще куча дел, да? Да? И вот здесь важно понимать, что любой цикл, который ты начинаешь, его важно заканчивать. Посмотри, допустим, ты решил попить в кофе, да? Кофе. То есть что происходит? Сначала идет что? Мысль, да? Я хочу попить в кофе. Потом ты встаешь, пить чай в чайник, спаешь кофе, заливаешь, да? Все, кофе готов? Или там варишь втулки, кто как? Кофе готово, все. Потом результат, ты пьешь кофе. То есть цикл закрыт. Так? Цикл закрыт. И смотри. Но сначала была мысль. И вот смотрите, когда ты что-то подумал, вот мысли о них там приходят разные, их очень много, их просто там, наверное, десятки тысяч в течение дня мелькает. Когда ты что-то подумал, заострил внимание, но дальше не продолжил, не закончил. Вот в этот момент повесил незавершенное дело. К примеру, к тебе побегает ребенок и говорит, давай-давай, поиграем туда-сюда. Ты говоришь, сейчас я занят, давай попозже, сейчас я дела закончу, попозже. То есть в этот момент ты повесил незавершенное дело, ты ребенку пообещал. К примеру, потом у тебя появились дела, еще дела, ребенок уже забыл, что просил, сам поиграл. Вечер наступает, ты с ребенком не поиграл, а цикл остался. Понимаете, да? Ты же пообещал, но не сделал. То есть цикл не завершен. Чтобы все было четко и планомерно. План дня, ребят. План дня. Вот часто бывает, люди подменяют ценности, говорят, только бизнес, только бизнес. Ну, у тебя есть семья, ну, выдели один час хотя бы, да, там, пол, шеста, час на общение с близкими. Потому что жизнь должна быть полноценной, понимаете? Должно быть и то, и это. Вам же не нужен чистый бизнес, вам надо, чтобы были хорошие отношения к семье, да. Там, детишкам время уделить, где-то с друзьями пообщаться, да. То есть жизнь необходима свою сделать полной и насыщенной. Еще не завершенные дела. Вы понимаете, о чем я говорю? Переводим на наш бизнес. У кого есть люди, кому вы отправили видео, но вы их не обзвонили, кто-то видел. Видео на отправляли, там у некоторых только видео написали, что отправлено. Есть. Есть. Смотрите, сегодня же закройте цикл, ребят. Или у тебя появляется человек, например, и он говорит, я, говорит, подумаю. Я подумаю, или он откладывает, например, он говорит, да, мне очень интересно, ну, давай зарегистрируемся на сегодня, а вот через там 3 дня зарплату получу, или через неделю я к тебе верну. У кого есть такие люди? Ставьте ключ. Да. То есть люди говорят, да, и откладывай. Они тебе говорят, ты откладываешь. У тебя не завершены циклы. Человек тебе говорит другими словами. Начни завершать циклы сразу же. Открыл книжку, к примеру. Есть у кого лежат книжки открытые, но ты их не читаешь. Или закрытые, но вот они лежат, ты их начал читать, бросил, потом сначала вроде шло-шло, потом в какой-то момент не хочешь ее читать, все, дальше не идет. Теперь он положил, вот она у тебя лежит. Смотрите, смотрите, ребят, берете степень и подходите. Вот лежит книжка. Открылась, закрываешь, говоришь. Эту книжку я сейчас больше не читаю, все, я завершаю этот цикл. Я привернусь позже. И убираешь на пол. И убираешь на пол. Все, цикл завершен. И вот чем больше в течение дня ты себе накапливаешь вот этих вот вещей, да, они у тебя складываются в рюкзак, складываются, складываются, в какой-то момент так тяжело все. Ты не то, что там что-то делать звонишь. Ты со стула встать не можешь. У тебя депрессия, накатывается лень, потому что рюкзак полный. Потому что ты это прешь, тебе тяжело. Что сделать, чтобы жизнь была легкой? И что сделать, чтобы поперла энергию? Кто из вас хочет, чтобы вот у вас энергия перла с разных сторон? У вас же был период, когда у тебя прет энергия, ты себя чувствуешь, вот тебя настолько распирается, вот как бывает, знаете, наливное яблочко, вот оно светится, да, и ты вот себя вот так чувствуешь, тебе кажется такой большой, энергия от тебя прет, да. Смотрите, сегодня необходимо будет сделать задание такое. Взять, вот берете тетрадь, и важно, чтобы листок у вас был чистый. Чистый с двух сторон. Вот берете листочек, да, и пишите туда незавершенные дела. Не только большие, но мелкие даже. К примеру, ты что-то планировал сделать, не сделал, да, но ты знаешь. К примеру, ты хотел разобраться в шкафу, не разобрался, записал. Ты хотел дочитать книжки, не дочитал, записал. Ты хотел, например, убраться дома, не убрался. То есть ты планируешь уже третий день, но вот так как марафон, тут это еще уборка, и ты об уборке думаешь, я о марафоне думаю. Записал, да? И вот так вот записал все эти пункты. Пишите на одной стороне, чтобы вторая сторона была чистенькая. И вот так немножко место оставляется. Для чего? Марафон, сейчас тренинг закончится, надо будет вот эти вот дела написать. И быстрые коробки закрыть. То есть, к примеру, вот тебе написано убрать, ну, книжку дать. Вот берешь, книжку ставишь на полку, вот это незавершенное дело с листочка вырезаешь и сжигаешь. Можно с балкона, ну, чтобы вот пепел улетел, да. Можно в унитаз, ну, то есть сжег, да, и вот пепел либо в унитаз, ну, либо развеет воздух. И ваша задача будет сегодня максимально завершить вот эти циклы. Максимально завершить вот эти циклы. А еще, где не завершают циклы, на бизнес несколько деталей затрону. Вижу такую картину. Человек хочет зарегистрироваться, встречу провели. И человек уже с деньгами. А его отодвигать вот мы завтра сделаем. Или мы послезавтра сделаем. Потому что вот послезавтра начнется новый месяц, да. И вот мы тогда это в новый ранг войдем. То есть ты отодвигаешь куда-то. А что происходит? А в этот момент он вроде тебе деньги отдал, ты тормознул. Во-первых, ты похоронил сразу же своего новичка. Почему? Потому что если бы ты его в ту же секунду времени зарегистрировал и проплатил, то за эти 2-3 дня ты мог бы ему уже помочь сделать деньги. Он ждет 3 дня, пока встанет проплата. А через 3 дня он уже перегорел. Либо за 3 дня у него складываются какие-то обстоятельства. Ему срочно нужны деньги. А он говорит, слушай, ты еще не проплатил? Блин, давай обратно, пока регистрироваться не буду. Все, там машина, например, сломалась или разбила, или еще что-нибудь. И складываются обстоятельства определенные. Сталкивались с такими вещами? Я думаю, кто давно в бизнесе сталкивались. Ребят, сразу же. Сразу же. Почему? Не для того, чтобы с человека деньги поиметь. Нет. Вот этот момент у нас был случай, когда мальчишка один, он уже открыл бык офис, вот еще в предыдущем проекте. И они приехали, по-моему, в поле Самары, ну, к нам в Тольятти. Еще из другого города. А, Сызрин. Сызрин. Приехали в Тольятти на школу субботнюю. Он был бык офисом. И так как он приехал почти к началу, некогда было его проплачивать. Мы говорим, заходи. У нас было обучение из двух частей. Первая часть для бык офиса, у кого только офис открытый. Вторая часть для предпринимателей заказов. На первой части мы показали маркетинг-план, сколько денег можно сделать. Пацан возбудился. Он приехал с другом. Друг его сидел 3 часа, ждал машину. И он раз убегает. И его нету. Мы ему звоним, говорим, а ты где? Он говорит, я другу рассказал, все, мы сейчас едем в банк, друг тоже снимает деньги, чтобы на вторую часть нам дойти вдвоем. И он пропадает. Мы начали вторую часть, его нет. Дальше его нет. И вы знаете, он вышел на связь, но такой человек был, так сказать, не из тех, кто скрывается, да, которые, он военнослужащий, то есть там люди приучены отвечать здесь свои слова. И оказывается, они выехали, они попали в аварию. То есть он потом вышел на связь, и он потом так и не начал видеть. То есть фактически человек находится где-то в кавычках зоны риска. То есть если он с дневами, вы его не проплатили. Почему? Потому что, смотрите, его решение прицепить бизнес, это изменение его жизни, и это может дать переход на новый уровень жизни. То есть человек делает заявку, что я хочу по-другому. Я хочу другой доход, я хочу другое окружение, да, другой стиль жизни. Он делает заявку и запрос. И жизнь не всем, но часто подкидывает ему какую-то задачу, чтобы человек определился, а действительно ли он хочет. Это же серьезная заявка, да? И вот здесь могут происходить разные ситуации. Поэтому, ребят, очень важно, человек с деньгами на 140, а ты ему хочешь 580. Вот есть 140, проплачивай 140, он потом разберется, он возьмет 580, если он возьмет тысячи 100, но сейчас делает то, на что он тянет сейчас. Потому что, я думаю, у каждого из вас есть люди, которые хотели с маленького пошли потом деньги собирать на большее. И потом они не вернулись. Вот по этой причине. И еще часто вижу так, новичка подписали, ура, супер, все, денег заработали, классно, побежали дальше. А новичка не запустили. То есть задача, как только новичка подписали, да, если он настроен на создание сети, да, чтобы здесь зарабатывать деньги, да, вернее, получать доход, сразу важно запустить. И только он начал, сразу присоединение к порталу, сразу он написал списки, сразу он выучил, приглашение по шагам, запустить. Если вы не запустили новичка, вы повесили недовершенную зелу. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю вам? Поймите одну вещь. Человек приходит к вам в бизнес для того, чтобы вы помогли ему решить какую-то его проблему. ему пофигу на то, какие проблемы свои, не вопросы свои, ты решаешь сам. У него есть свои вопросы. И когда вы начнете о людях заботиться, как о своих детях, не подписывайте людей ради денег, мой вам совет. Я услышала фразу, и многие из вас ее слышали, но я рекомендую еще раз ее вам записать и перечитать раз сто. За вами пойдут люди тогда, когда вы перестанете бегать за деньгами и за людьми. Деньги к вам пойдут тогда, когда вы перестанете за ними бегать. У многих сейчас летают сделки, потому что у вас натянутая ситуация по деньгам. Есть денежный блок. Здесь есть люди, которые на пакете еще пока 140. Ребят, вот есть денежный блок. 140 это попробовать. Я знаю, что есть разные ситуации, но пока ты не сломаешь денежный блок, не придут тебе миллионы. Сделай апгрейд на 550. Как ты, ты заходишь в марафон, ты не можешь продвигаться по карьере, да, и фактически маленький пакет говорит о чем. Я попробую, если не получится, я ничего не теряю. Делайте серьезную заявку. Если на 550, сделай 1100, повысь свой статус. Поверь еще больше. Понимаете? Это не вопрос денег, это вопрос поверить еще больше в это дело. И вы увидите, у вас ситуация пойдет. У нас был случай, я начинала бизнес, у меня вообще продажи не шли, у меня там особый тяжелый случай был, но в каждом месте была активность. И у меня накопилось этого товара, там 60 штук, 60 пачек. И вот он лежит, и тут наставник говорит, вы хотите, чтобы у вас пошли продажи, возьмите еще один лидерский заказ на 20 пачек. Я думаю, что с ума сошел? Какие 20 пачек? У меня же 60 лежит. Думаю, ладно, раз наставник сказал. Я уже сейчас не помню, где я взяла эти деньги. Деньги я уже полгода как по телевизору только видела, пусть у меня их уже не было. Вот. В общем, где-то я выкрутилась, я нашла, и я взяла 20 пачек. И вы знаете, все разлетелось, весь товар. Почему? Потому что, когда я их взяла, я поверила в то, что это произойдет. Поэтому, когда вы берете пакет больше статусом, вы верите в то, что вы сделаете денег больше, чем ваш пакет. Понятно, о чем я сейчас говорю? И тоже, кстати, для тех, кто планировал делать апгрейд, здесь есть люди, которые уже месяц, два, три планируют это сделать. Ребята, это ваше незавершенное дело. Если ты это запланировал, да, но это незавершенное дело. Но оно тебе даст. И деньги, тем более сейчас этот страсплит продлили, да, до первого числа. Сейчас вообще выгодно, самый такой момент времени уникальный, классный. Поэтому вот подумайте об этом, да. И еще одну вещь сейчас сделаем, конечно, уже 50 минут, немножко сегодня получилось подольше, но хотелось мне вот эти вещи для вас разобрать. Они для вас полезны сегодня были, и еще одну деталь хочу сейчас, чтобы мы вместе с вами проделали. Смотрите, ребят, давайте еще одну картинку нарисуем. Вот сегодня здесь будет мероприятие в городе Тольятти, а сегодня будет мероприятие в городе Оренбург. И у нас на носу события в Москве, да, 23-го мы уже приезжаем, москвичи, готовьтесь, мы едем для того, чтобы помочь вам сделать денег. Поэтому давайте на это настраивайтесь. Ваша задача подготовить почву к нашему привету, чтобы у нас продуктивно все с вами прошло. Значит, смотрите, давайте представим, вот сегодня будет презентация, да, ребята, которые в других городах, вы тоже можете представить, у вас же есть знакомые в Тольятти, наверняка, или у ваших знакомых, или в Оренбурге. Представьте, вот зал, начинается презентация, к примеру, в зале там 40 или 50 человек сидит, полный зал. Представь, сколько из них твоих гостей, вот представь, сидят люди, да, и ты видишь, начинается регистрация, сидит человек на регистрации, подходит в гости, говорит, вот кого? Ну, записывай, кто пригласил, например, Надежда, кто пригласил, Лана, кто пригласил, Виталий, кто пригласил, Татьяна, да, и ты видишь, что у тебя 5 или 10 человек сидит в зале. Проходит презентация в позитивном ключе, люди адекватные, позитивные, все, и сразу же после презентации идут регистрации. Сразу же люди берут пакеты, мы им помогаем проплачиваться, вечером, ночью, не важно, то есть рано утром, завтра, мы их проплачиваем, и завтра ваши новички на школе. Получилось представить картинку? Отлично. И еще одна картинка, события в Москве. Представьте, мы туда приезжаем с вами, настраиваемся, проводим встречи, регистрируются люди, и представьте, вот зал, и допустим, в зале 100 человек, это наши партнеры и гости, в зале 100 человек, нормальная цель, я думаю, для начала. 100 человек, сколько из них твоих гостей? Вот то же самое, большое событие, полный зал народу, там сколько, 500 или 600 человек планируют, да? И вот 100 человек, это наша команда, из нашей команды, я имею в виду, партнеры и гости, проходит презентация, перерыв, в холле мы разговариваем с вашими новичками, завершаем сделки, представьте, завершаем сделки, они прям в холле регистрируются и заходят вместе с нами на тренинг с Карри Вауэлл, представьте, они там возбуждаются, заряжаются и потом начинают активно строить бизнес. Представь, получилось? Кого получилось? Ребят, вот это упражнение, напишите себя в план дня, делать каждый день, 101, отлично, каждый день в план дня, утро, вечер сделайте, можно еще днем, 2-3 раза в день, а смысл в том, что когда вся команда думает об одном и том же, это срабатывает, создается общий эгрегор и это срабатывает. Ясненько? Значит, домашнее задание будет таким, написать минимум 10 незавершенных дел, попрет больше, больше будешь писать, вдруг у кого-то вдохновение найдет, напишешь 20, отлично, напишешь 30, замечательно, вот то, что будет идти на ум, даже мелочи там, что-то постирать, что-то куда-то повесить, вот мелочевка идет на ум, пиши, все, потом вы закрываете эти тела, дела вырезаете, сжигаете, да, и задание будет таким, вечером в чате поделиться своими ощущениями, мироощущениями, что с тобой произошло до сегодня, какие изменения в твоем внутреннем состоянии, что ты понял, что ты почувствовал, в чате обязательно это написать. ребят, и помните, наша задача зажигать людей и включать людей в бизнес каждый день, вот этого я вам сегодня и желаю, на этом мы с вами сейчас расходимся, разбегаемся, ага, а, если ты хотела 10 написать, видишь, Таня, да, это знак, всем отличного, продуктивного дня, всем пока-пока, ребята, завтра у нас субботняя школа, поэтому тренинг будет в 10 Москвы, не только для вас, но и также для ваших всех партнеров и новичков, поэтому приглашайте своих партнеров, всем пока-пока и до встречи завтра. Продолжение следует...